Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Меня зовут Виталий, я являюсь аналитиком в компании Markets. На время наследства Артема я буду делиться с вами основными фундаментальными событиями на этой неделе, а также их влиянием на динамику ключевых торговых инструментов. И давайте начнем с пары евро-доллар. Европейская валюта показала незначительный рост против доллара США, развивая слабый коррекционный импульс, сформировавшийся накануне, однако закрепиться выше уровня 1,190 валютной пары пока не получилось. Сначала недели евро активно снижался, как и большинство других валют в паре с долларом США, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов находились итоги заседания Европейского центрального банка по процентной ставке, от которого ожидали ясности в вопросе сокращения действующих стимулов. Ключевая процентная ставка осталась без изменений на нулевой отметке, а ставка по депозитам на уровне минус полпроцента. Что же касается объема программы выкупа бандов, то вопреки ожиданиям она осталась без изменений на уровне 1,85 трлн евро. Предполагается, что объемы программы количественного смягчения останутся неизменными как минимум до марта при условии сохранения существующих экономических рисков. Как и прежде, в европейском регуляторе пообещали внимательно следить за развитием ситуации и реагировать соответствующим образом. По валютной паре в среднесрочной перспективе ожидаем роста курса до уровня 1,20. Далее поговорим о валютной паре доллар-канадец. Канадский доллар в пятницу заметно укрепился против американской валюты, восстановилась после снижения в четверг, сразу после выхода данных по занятости, которые оказались лучше ожиданий. Рост рабочих мест в Канаде в августе замедлился, но все же августовские данные превысили прогнозы экономистов, которые были опрошены ранее. Они ожидали роста рабочих мест на 67 тысяч, однако цифры за август показали рост чуть более чем на 90 тысяч. Уровень безработицы в августе упал на 7,1% с 7,5% в июле против прогнозируемых 7,3%. Ожидается, что пара доллара США к канадскому доллару может снизиться, если данные по рынку труда изменит мнение рынка касаемо повышения процентных ставок. Для Банка Канады данные отчеты в пятницу могут стать сигналом об уместности дальнейшего сворачивания денежно-кредитной политики стимулирования. Именно поэтому все еще можно ожидать снижения курса до уровня примерно 1,2550, но нужно быть внимательным и следить за закреплением валютной пары на или под уровнем 1,2660. И теперь немного о динамике цен на нефть американской марки WTI. Ее котировки фьючерсов завершили прошлую неделю ростом, а по итогам пятницы фьючерсы закрылись повышением на 2,3%. Цены на нефть WTI выросли на 12% с 20 августа. Канаде закрылись почти на трехмесячном минимуме около отметки 62 доллара. Рост цен был вызван сильным спросом на бензин в США, несмотря на дельташтам и принятые две недели назад решение ОПЕК на не увеличивать добычу более чем на 400 тысяч баррелей в день. Ураган Ида придал дополнительный позитивный импульс ценам, так как морская добыча нефти была приостановлена на более длительный срок, чем ожидалось. Также теперь ожидается, что новый ураган Николас придет в мексиканский залив уже в этот вторник. Все это может дальше поддерживать цен на нефть на высоком уровне и вполне обоснованно можно ожидать, наконец, пробитие уровня 70 долларов и рост котировок нефти до уровня 72 долларов за американскую нефть. Главное экономическое событие на сегодня – это отчет об исполнении федерального бюджета США за август, который ожидается в 9 часов по восточноевропейскому времени, а также следим за формированием тропического шторма Николас на юго-западе Мексиканского залива. О нем в воскресенье сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. По его данным, скорость порыва ветра в пределах стихии стоит 18 метров в секунду. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной торговли.